Такой известный случай, был 17-й год, когда гражданка Узбекистана из Вьетнама, которая свестила территорию Российской Федерации нелегально, раз 15-летела шинюанской макаки, которая защищается международной интервенцией ОСИТЭС. Сейчас в преддверии как раз 3 марта, международный день защиты животных, который находится на грани исчезновения, в том числе, который входит в коммуникацию ОСИТЭС, которые защищаются от конвенций в России, они тоже реприфицированы, поэтому в том числе на территории Российской Федерации этих животных защищают. Животные были в очень плохом состоянии, понятно, придет из Вьетнама несколько часов, в багажном отделении, в узких коробочках, потом еще в чемоданах положились. Ну, конечно, скажем так, доехали не все, то есть 15 особей, не так уж и много. Тем не менее, трех как раз наших питомцев, которые оказали помощь, выходили, можно сказать, они сейчас уже отрепли, но сегодня произошло такое знаменитное событие. Мы нашли «Добрые руки», как мы это называем, и передали их в Липецкий зоопарк, специалистам Липецкого зоопарка, где они был участок экспозиции. Я думаю, что жители Липецкой и Липецкой области будут благодарны к исключам за то, что они такой подарок им бы и поднесли. А почему именно этот зоопарк? То есть они сами изъявили желание, или, может быть, как-то поиском занимались? Во-первых, у нас много животных попадает ежегодно в наш центр передержки. Понятно, что мы проведем регуляцию, но центр передержки, наверное, это место, где они смогут принести максимальную пользу, в том числе в рамках экологического образования, и просвещение. Все-таки вот эти зоопарки, особенно региональные областных центров Российской Федерации, практически в каждом областном центре есть зоопарки, есть ассоциация российских зоопарков, мы с ними сотрудничаем. И когда кто-то к нам попадает, в наше поле зрения, мы, конечно, информацию сразу по всем зоопаркам распространяем. Практически, наверное, все такие животные крупные у нас пристроены, я бы так сказал. На мой взгляд, это очень хорошо, потому что, еще раз скажу, что центр передержки, то есть, это бюджет, это деньги налогоплательщиков, именно животные, туда именно попадают на передержку. То есть, это какое-то кратковременное время, дальше в любом случае. Если взять, например, надежат, животных, которые обитают на территории Российской Федерации, охотничьи едики, без центра именно реабилитации, в принципе, проходит 5-6 месяцев, мы их обратно, скажем так, в дикую природу выпускаем. Птиц, в том числе, у нас 4 октября проходит такая акция, уже традиционная, всех наших подкидышевых девушек, которых можно вернуть в воду природу, мы их возвращаем. Это черепахи, это бюджет, хищные птицы, и улки различные. Но вот с такими экзотическими животными намного сложнее, в Африку и на остров Явле их обратно уже не отправишь, поэтому приходится, скажем так, искать объекты, где есть специалисты, где животные, по крайней мере, создают условия для содержания. Те, которые близки к их среде обитания, вот так сказать. Давайте следующую нюноточку, может быть, как раз про закон поговорим, который будет защищать судьбу вот таких вот несчастных, диких животных, которые попадают, не знаю, в разные неприятные обстоятельства. Я считаю, что у всех российских зоозащитников в конце года как раз был такой, наверное, праздник, позитив прошел, потому что, наконец-то, Российская Федерация будет принять федеральный закон о защите как раз представителей дикой флоры и фауны. На мой взгляд, это очень прогрессивный и долгожданный для нас документ. И сейчас, наверное, самая главная задача, в том числе и субъектов Российской Федерации и Москвы, как субъекта Российской Федерации, города федерального значения, мегаполиса, как раз создать вот эту подзаконную нормативную базу для того, чтобы учесть особенности, скажем так, нашего города, потому что понятно, что, допустим, на Камчатке свои проблемы с животными, в крупном мегаполисе они совершенно другие. У нас есть спрос колоссальный на экзотов, так называемых, животных, эзотических, и его надо, конечно, гасить. Поэтому у нас никаких механизмов воздействовать, скажем так, кроме просвещения, просветительских функций на Москве не было. Сейчас уже, скажем так, будут прописаны содержания, правила содержания животных. То есть, если вы уже хотите завестись ловно в Москвской квартире, тогда предоставьте им, скажем так, условия определенные. Понятно, что, наверное, в жилище и в маленькой квартире многих животных будет запрещено содержать, потому что, во-первых, это небезопасно, как для животных, так и для человека. Также будут сформулированы перечели животных, которых можно содержать и которых нельзя. Наверное, понятно, что ядовитые змеи, которые могут внести, скажем так, вреда ущерб хозяина к соседям, конечно, нельзя будет содержать. Диких кошек, скорее всего, тоже невозможно будет создать даже в большой квартире, пускай она будет даже больше 200 метров, нормальные условия для содержания диких кошек. Поэтому мы из здравого смысла будем исходить, наверное, тех животных, как традиционные морские семьи, у тебя ягуаны, хамильоны, ящерицы, ну, скажем так, те, которые не опасны для окружающих и для хозяев. Их мы, конечно, определим условия содержания и разрешим содержать. Еще одна тема – это объекты, на которые животные либо экспонируются, либо содержатся. В основном, конечно, контактные зоопарты, очень много скандалов. В последнее время происходят, они растут, как грибы, потому что, опять же, есть спрос. Это говорит о том, что мало, наверное, легальных и стационарных зоопарков, да, которые существуют на территории нашего города. Вот эта проблема, я считаю, что в каждом округе Московского, может быть, даже в каждом районе должны быть такие лицензионные объекты, где городские жители могли бы вот эту жажду общения с представителями дикой природы как-то удовлетворить. Но это все должно быть цивилизованно, и там должны работать специалисты, прежде всего. То есть мы хотим прописать правила игры и правила образования, скажем так, как на зоопарке, в точек для фотографирования, если таким разрешим, тоже еще не понятно. Много-много всяких зоуголков, зоовыставок, зоорынтов в том числе. То есть много объектов, кафе различные, опять же, в которых экспонируются и экспонируются животные. То есть у нас случаев очень много. Конечно, есть еще сеть интернета, это целое непаханное поле, где в основном нелегальная торговля вся, скажем так, происходит. Но есть различные вещи, там, фотосессии с диким окошком, с паромки, да, то есть приезжают к вам домой, уже минуя все контрольные органы и надзорные, можно совершенно спокойно с медведем стеграфироваться, с тигром, с оглом. Вот тоже, в эту сферу мы тоже смотрим, мы тоже хотим, скажем так, чтобы наши подзаконные акты не регламентирули в том числе и сеть интернет. Вот, то есть много-много интересных вещей, которые еще предстоит нам разработать. Но еще раз говорю, что слава Богу, что у нас уже есть стимул, есть федеральный закон, который...